Дорогие друзья, продолжаем. Книга Бемедбар. Вы знаете, вот сложилась другая ситуация совершенно сегодня в мире. Раньше люди были в храме, там, святилище. Что-то не так сделал, пошел в храм, принес жертвы, тебе простилось все. А что делать в пустыне? Вот мы с вами пошли в пустыню. Должна быть инструкция, как поступить, что-то оступился, сделал не так. Как смыть какой-то грех? Очень сложно. И ответы есть. Ответы есть, конечно. Написано в наших книгах. Если человек услышал, как его оскорбляют, тем более публично, и смолчал, в этот момент открывается великий свет для этого человека и вокруг него. И как в храме написано. И списаны его грехи. Казалось бы, все очень просто, но мудрецы знали это давно. Написано, что те, кто не отвечает на оскорбления, или слышат, как их проклинают, но молчит в ответ. Танах что написал? Они как солнце, освещающее тьму. Все было написано. Если написано, что было в книге Заар, если человек не отвечает на то зло, которое ему причиняют люди, Всевышний не наказывает его за его преступление. Если еще глубже, давайте вспомним, почему Бог сказал Маше и Арону, когда они шли к фараону, почтительно, уважательно разговаривать с фараоном. Почему? Почему так? Потому написано, что если бы они были, оскорбляли фараона, тем более публично, то грехи фараона, олицетворения Египта, могли быть списаны. И тогда казней не могло не быть по мере справедливости. Есть еще более показательная история Шимебенгера. Есть такое, когда царь Давид уходил из города, его преследовал, его сын, восстание было. И вышел Шимебенгер, и кидал камни, кричал, оскорблял его. Услышав этот поток ругательств, сторонник Давида сказал, пойду я отрублю голову этому псу. Тем более, что оскорблять царя, это точно он подержил смертью. Но Давид что ему сказал? Он пусть проклинает, сказал ему Давид. Ибо это Всевышний сказал ему, прокляни Давида. Оставь его в покое. Быть может, Всевышний примет во внимание, послушайте, как написано, мое унижение и вознаградит меня. Давид понимал, что он не реагирует на оскорбление, понимая, что Бог обязательно послал. Это Шиме, это палка. Это никто. Важное послание здесь для нас есть. Первое. Что сказал Давид? Значит, я заслужил это. Раз он понимал, что раз такое есть, значит, он это заслужил. Второе. Да пусть ругает, так постановил Всевышний. Эти слова означают, что Давид сказал, что Шиме послан, чтобы при любом варианте он должен быть оскорблен. Он и так далее, что-то. Он палка. Как называется палка, не имеет значения. Третье. Как бы ни сложилась ситуация, Бог всегда стоит за ее кулисами. И это очень важно понимать. Давид знал великий секрет. Когда человек позорит публично, он молчит в этот момент, он подобен ангелу. С него повторяются, стираются все грехи. Открывается новый свет. И если вы встретите человека, который оскорбили, и он не ответил, хватайте его сразу. Просите браху, и сбудется абсолютно все. Можно выпросить все, что угодно на земле. Есть масса рассказов об этом и всего. Когда люди не могли, садик никто родить, не могли, с деньгами плохо. И как только находят человека, которого оскорбили, но это браху, все. Все. Здесь царь не ответил на публичное оскорбление. И Давид был спасен. Но все еще круче. Сюжет вообще уникальный. Давайте вот сейчас чуть-чуть сосредоточимся. Давид, он понимал, что за каждым событием стоит рука Всевышнего. И он смиренно отнесся ко всему. И главная награда его последовала еще позже. Помните теперь Пурим? Написано был в городе Шушане один еврей по имени Мардыхай. Сын Яира, сын Шиме с коленой Бен-Явином. То есть Мардыхай был потомком Шиме Бен-Геры, которого пощадил царь Давид. Самообладание Давида привело к появлению потом Мардыхая, через которого еврейскому народу пришлось сбавление в дни Амана и Ахашвироша. Понимаете? В жизни все очень связано. Поэтому давайте вооружимся в этом походе, который нам предстоит во пустыне, еще и этой мудростью. Не обращайте внимания на тех, кто там что-то говорят сзади, сзади, сбоку. Идите своей дорогой и все будет хорошо. Брахав и отслахав.